Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Даже роботы играют в футбол. В набережной Челнинском институте КФУ прошла ночь науки. Для чего ученые КФУ исследуют черную смерть? Коротко о визитах, которые прошли в Казанском федеральном университете, расскажет наш корреспондент. Ректор КФУ Шатгафуров провел встречу с президентом Алматы Менеджмент Юниверсити. Данный визит стал возможен благодаря проведению в КФУ Международной научно-практической конференции современной бизнес-школы в эпоху прерывных технологий. КФУ и Алматы Менеджмент Юниверсити давно и успешно сотрудничают как в науке, так и в образовании. В соответствии с подписанным соглашением студенты вузов имеют право участвовать в обменных программах. В КФУ состоялся визит руководителя Московского отделения Немецкой службы академических обменов. Целью визита стало обсуждение дальнейшего участия университета в стипендиальных программах Немецкой службы академических обменов. Реализация проектов будет продолжена совместно с Министерством образования и науки Республики Затарстан для прохождения научно-исследовательской стажировки в университетах Германии. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Самое обсуждаемое событие этого лета, конечно же, чемпионат мира по футболу. А если, к примеру, представить, что в футбол будут играть не люди, а роботы, будет ли больше побед в этом случае? Анна Глазунова побывала на таком матче. Смотрим. Все, как на настоящем футболе, те же правила, тот же мяч и ворота. Только все это в уменьшенных масштабах и играют не люди, а роботы. Первый в истории Казани матч по футболу среди роботов состоялся в Инженерном институте Казанского университета. На поле сошлись роботы Инженерного института и высшей школы ИТИС Казанского федерального университета. Сложности начинаются уже с того момента, как роботы выходят на поле. То есть они должны сохранять определенный уровень своего равновесия для передвижения по полю. Если вы заметили, поле – это не гладкая ровная поверхность, а поверхность, напоминающая траву. Роботы периодически падают, в них интегрирован механизм, который позволяет им встать после падения и продолжить игру. В каждой команде играли по три робота – два полевых игрока и вратарь. ИТИС представляли роботов, закупленных в Корее, для которых они сами разрабатывали программное обеспечение. А за Инженерный институт вышли антропоморфные роботы, которые полностью разрабатывались учеными института. В дальнейшем, если рассматривать очень глобальные планы, то, во-первых, распознавать образы пригодится в робототехнике. То есть это может быть не только мяч, это может быть любой предмет. То есть может быть задача робота – прийти, спасти человека, например. Передвигаться по сложной поверхности – это может быть не обязательно ковровое покрытие, как трава у нас искусственная. Это может быть пересеченная местность. Это может в дальнейшем работать на всю робототехнику, соответственно, двигать робототехнику вперед. На поле мы могли наблюдать пока тренировочный матч по футболу, так как роботы требуют еще серьезных доработок. Необходимо научить их видеть мяч издалека, доводить его до ворот, делать передачи. Зато уже сейчас можно увидеть, что роботы передвигаются уверенно и каждый раз стараются встать после падения. В планах у разработчиков усовершенствовать робофутболистов. И, возможно, однажды они выйдут на поле и сыграют матч против людей. Цель выйти на матч с людьми, конечно же, есть в перспективе. Я надеюсь, что лет через 5-10 мы сможем уже выставлять каких-то роботов на матч против людей. Не факт, что они, конечно, выиграют. Ну а глобальная задача, которая стоит перед робототехниками, это в 1935 году обыграть команду людей. Два тайма по 10 минут завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти роботы ТИС-КФУ забили два гола и одержали победу в этом матче. Анна Гузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В набережной Челнинском институте КФУ состоялось открытие фестиваля «Ночь науки». Это уникальный проект Казанского федерального университета, посвященный науке, где гостям представляются возможные этапы научных направлений в новом, необычном ключе. На площади перед инжиниринговым центром Казанского федерального университета прошла «Ночь науки». На церемонии открытия выступил директор набережной Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев, подчеркнув значимость прошедшего мероприятия для всего города. В связи с началом в этот же день Чемпионата мира по футболу организаторами был подготовлен оригинальный формат открытия мероприятия. Вместо традиционного разрезания красной ленты был забит символический гол в ворота, что ознаменовало открытие «Ночь науки-2018». Экскурсии в мир научных экспериментов, истории английских церемоний, путешествия в мир криминалистики и химические опыты – это лишь малая часть всего, что запомнилось юным участникам фестиваля. Аделья Шемилова, Универньюз. Магистр КФУ модернизировал уникальный спектрометр. Прибор предназначен для измерения на магничности веществ. Как изменился спектрометр, вы узнаете в следующем сюжете. Магистр Казанского федерального университета модернизировал коэрцитивный спектрометр, изобретенный учеными КФУ. Прибор используют геологи и археологи для исследования магнитных свойств различных веществ, а также физики и химики, которые занимаются созданием новых многокомпонентных материалов. Одной из проблем данного спектрометра была потеря данных при передаче. Магистр КФУ написал программное обеспечение, позволяющее проводить математическую обработку и отправляющее данные на компьютер. Данные передаются по Bluetooth, что дает возможность прибору поддерживать беспроводную связь. Это первое, чего я смог добиться, то есть бесперерывная работа уже четко и отлаженной, причем корректной. Bluetooth канал сейчас в стадии у нас доработки, но да, мы уже наладили связь, мы уже можем отправлять данные, даже уже графики, можем на смартфоне строить. В дальнейших планах специалиста написать программное обеспечение для смартфонов. Оно позволит дистанционно управлять спектрометром в полевых условиях. Артем Топичкин, Универньюз. Ученые из КФУ совместно с немецкими коллегами изучили ДНК возбудителя чумы и захоронения срубной культуры, расположенных в Самарской области. Подробности далее. Генетики Казанского федерального университета совместно с учеными из Института науки об истории человечества и сообщества Макса Планка восстановили геном самой древней чумной палочки на Земле. Ее следы нашли в останках людей, живших в окрестностях Самары в конце бронзового века, примерно 3800 лет назад. Обнаружить инфекцию удалось на останках двух из девяти людей из могильников Самарской области. У обоих был найден одинаковый штамм юстиановой чумы, который имеет все генетические компоненты, характерные для бубонной формы чумы. Мы проводили выделение генетического материала из древних останков, ну то есть это костные останки, в данном случае зубы были, и пытались найти, простым языком говорить, кусочки генетического материала вот этой самой бактерии, которая способна вызывать заболевания. По мнению следователя, обнаруженные бактерии являются предками инфекции, вызвавших крупнейший в истории человечество пандемии. Предполагается, что найденная бактерия убивала людей, живших еще в конце бронзового века. Оказалось, что уже 3800 лет назад существовала вот эта вот бубонная форма чумы, и она была способна передаваться через насекомых, блох, ну как бы через блоху к грызунам и через грызунов к человеку. Ученые уверены, что вирус мог распространяться через блох. Таким образом, ранее принятый возраст бубонной чумы увеличился сразу на тысячу лет. На сегодняшний день эта палочка является старейшей и является предком штаммов, которые вызвали самые смертоносные пандемии в мире. Вестиановую чуму, черную смерть и эпидемию чумы в 19 веке в Китае. Ряд средств массовой информации написал, что на данный момент в Самаре очаг бубонной чумы, вызвав тем самым переполох в соответствующих органах Самары. К сожалению, порой случается так, что информация становится фейком, если информацию воспринимать поверхностно по заголовкам. Диана Шилова, Универньюз. Во время чемпионата мира по футболу в Казани стоит спортивная эйфория. Нам удалось пообщаться с иностранными гостями и узнать их впечатления о проходящем чемпионате. Смотрим. Одно из главных событий этого года чемпионат мира по футболу проходит в 10 городах России. Ряд матчей принимает и Казань. Здесь проводятся 6 матчей. Футбольные фанаты из разных стран посещают самые интересные места нашего города. На главной улице столицы иностранные гости поделились своими впечатлениями от города. Помимо главного места фанатов Казань-арена обустроена фан-зона у Чаши. Там проходят концерты и трансляции матчей, которые можно посмотреть на больших экранах. Анна Глазунова, Ильсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok